10 февраля в манеже «Динамо» состоялся турнир среди болельщиков «Сила в движении». Соревнования среди фанатов проходят уже несколько лет, однако в этом году произошла смена названий. Особый интерес вызвало еще одно нововведение. Впервые на турнир была заявлена команда бывших игроков ФК «Динамо Москва» поколения 90-х. В составе команды «Грёза» Петровского парка на поле вышли Сергей Гришин, Константин Головской, Ансар Аюпов, Евгений Смеркин. Ну а ворота защищала любимец многих «Динамо» фанатов Андрей Сметанин. Кого проще всех из бывших игроков было уговорить? Проще было тех, кого я лично хорошо знаю. Это Сергей Гришин, Евгений Смеркин. Ну а остальные просто, так сказать, они все вместе-то играют, у них есть ветеранская команда «Динамо», и, соответственно, им только клич дай, и они готовы. За комбинациями этой команды смотреть было одно удовольствие. Порой казалось, что время повернулось в пять, а игроки и зрители возвратились на 15 лет назад. Вообще, как вы считаете, вы один из фаворитов данного турнира, вашей команды? Ну я думаю, что да. Мы, по крайней мере, на это рассчитываем, занять первое место. Но просто если будет такая же самоотдача у других команд запредельная, то нам будет тяжеловато. Как встретили болельщики? Помнят вас, узнают? Помнят, узнают, да, фотографируются. Ну, все нормально, как обычно. Приятно, что узнают, потому что много молодых, которые, наверное, не все застали, когда я играл, поэтому отрадно, что все-таки еще узнают. Уже приятно, что столько много болельщиков у нас в «Динамо» есть. И хотелось бы, наверное, чтобы они не только на таких турнирах собирались, но и на стадионах поддерживали команду нашу. В перерыве между матчами команду бывших игроков пришли поприветствовать прославленные ветераны Виктор Царев и Валерий Маслов. Отрадно, что турнир объединяет еще и разные поколения нашего великого клуба. Там против вас играл Александр Тачилин, который в бытности своего игрока довольно жестким был парнем. Как против него играли? Вы знаете, пощадил. Спасибо ему большое. Очень вообще приятно с такими людьми играть. Все-таки в бытности юношей ходил, смотрел, мечтал играть вместе. Мечты сбываются. Динамо Москва. Все вместе. Несмотря на былые заслуги, болельщики предложили своим вчерашним любимцам жесткую и бескомпромиссную борьбу. Многие парни готовились к матчам так, будто выходить им предстояло не на футбольное поле, а на ринг. Коль, на прошлом турнире в матчах вашей команды нешуточные страсти были. В этом году как поспокойнее будет или опять бей своих, чтобы чужие боялись? Нет, абсолютно все будет спокойнее. Мы сделали выводы, определенные для себя уроки нам преподнес в предыдущий турнир. Поэтому в этом году мы обещаем настоящее спортивное противостояние. Все будет по-честному. Об особенностях этого турнира и дальнейших планах по спортивным мероприятиям для болельщиков рассказал генеральный директор клуба болельщиков «Динамо» Всеволод Алексеев. В минувшем году не стало Александра Санчеса. Это личность достаточно уважаемая, известная не только в «Динамском фондвижении», но и с его пределами. И поэтому возникла идея сделать мемориальный турнир ежегодный, на котором бы выступали представители фондвижения «Массоус Винамо» и, возможно, и других фондвижений, кто, допустим, сочтет для себя нужным поучаствовать. 28 команд участвуют в турнире. Довольно большое количество. Насколько я знаю, заявок было чуть ли не в два раза больше. Правильно? Да, совершенно верно. Но, к сожалению, Манеж не может ввести всех желающих. И так, первоначально планировалось количество несколько меньше. И было принято решение, спасибо фондовому клубу, что он пошел на встречу, об увеличении числа команд до 28. В полуфиналах сошлись клуб болельщиков «Динамо» и «Грёзы Петровского парка», а вторую пару составили любители и победители прошлого турнира команда «Тушина». Как итог, финал клуб болельщиков «Динамо» и команды любители. Безголевая ничья с обилием борьбы и победитель турнира выявляется в серии пенальти. Крепче нервы оказались у любителей, радости которых не было предела. Команда КБ снова оступилась в шаге от кубка. А в составе победителей, любителей, мы не могли не отметить отца и сыновей Потаповых, составляющих ударную силу команды. Сколько лет самому молодому, наверное, участнику турниров? 13. Забивал мячи на сегодняшнем турнире? На прошлом забивал, на сегодняшнем не довелась. Ну, выходил на поле часто? Довольно. Понял, тяжело было вообще в этот раз играть, завоевать этот кубок? Ну, тут все команды сильные, в футбол научились играть все и, конечно, со всеми трудно играть. Может, отпустить. Кстати, встреча с Динамовской семьей Потаповых зрителей Динамо ТВ ждет в ближайшее время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА